В столице Приднестровья прошел галоконцерт в рамках городского этапа республиканского фестиваля «Юность, творчество, талант». Лучшие творческие коллективы муниципальных дошкольных образовательных учреждений собрались в ДДЮТ Террасполя, чтобы продемонстрировать свое актерское мастерство. Что из этого получилось, узнаем из репортажа Ольги Гавриловой. Кошкин дом, Майдадыр, Муха-Цокотуха. Одна постановка сменяет другую. Все это в течение нескольких часов и на одной сцене. Так бывает только в театре юного актера. Фестиваль «Юность, творчество, талант» для школьников Террасполя уже традиционный, а вот детсадовцы участие в нем приняли впервые. Главным инициатором конкурса выступило Министерство просвещения при поддержке Управления народного образования. Все абсолютно постановки были подготовлены на очень высоком профессиональном уровне, который, естественно, допустим в дошкольных образовательных учреждениях, потому что дошкольные образовательные учреждения, коллективы дошкольных образовательных учреждений к данному фестивалю готовились почти год. Участие в конкурсе «Юность, творчество, талант» приняли около 300 детей из 34 коллективов. В галоконцерте выступали лучшие. Жюри обращало внимание не только на качество репертуара, но и на режиссерский замысел и уровень исполнительского мастерства. Как отмечают маленькие актеры, театр им позволяет раскрыться всесторонне и многому учит. Играть в театре – это для меня как-то интересно, играть всякие роли. Хотела бы стать актрисой в будущем? Да, я бы хотела стать актрисой. Я очень люблю исполнять роль медведя. Какой он медведь? Медведь он бурый, здоровый, очень любит поесть и спадать спичку зимой. Наша постановка, чтобы помогать беде другому, чтобы были все здоровы. Номинация «Театральный Олимп» для конкурса была выбрана не случайно, отмечают организаторы. Участие в таких смотрах для дошкольников может стать первой ступенью в будущей актерской карьере. В театральной игре ребенок развивается, он познает мир, развивает свои творческие способности, фантазию, становится более раскрепощенным. Поэтому данный конкурс позволил выявить самых талантливых, самых творческих детей и тем самым развивать эти творческие способности. Свой первый опыт представители столичного УНО называют удачным и надеются, что в положение проведения фестиваля внесут изменения, которые закрепит в числе участников мероприятия детей в возрасте от 5 до 7 лет. Ольга Гаврилова, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал.